Кроссовки, медали, награды. И мой Дагестан Расула Гамзатова. Народный поэт вдохновлял народного художника Амирхана Магомедова не только в искусстве, но и в спорте. Мне подарил эту книгу, когда я ехал в Москву, поезды я читал. И пришла идея, давайте я буду бежать с этой марафон, с этой книгой. 42 километра 195 метров он был у меня с собой. Еще дождь моросил, вот этот пакет оставил, чтобы не намокло. 8 градусов, конечно, было очень прохладно, но до конца завершил, с дистанции не сошел, как-то тяжело не было. С этой книгой, это очень такая памятная, я хочу эту книгу подарить музею Расула Гамзатова или музею Министерства спорта. Участвовал Амирхан в марафонах с завидной регулярностью. Девиз «В здоровом теле здоровый дух» для Амирхана незыблем. И потому арт-объект, который художник посвятил первому марафонцу, греческому гонцу Филипиде, вполне органично вписывается в экспозицию его персональной выставки к 60-летию. Эти кроссовки набежали тысячи километров не только по земле Отечества. Повидали они и берег заморский. Эти кроссовки, которые пробежали по Советскому Союзу, за границей и Сиднейский марафон Австралии. Четыре международных марафона, сверхмарафона пробежали, Одесскую сотку пробежали. Здесь медали представлены даже последним чемпионатом СССР. Это проходил в городе Ташкенте. Мы туда, когда ехали, был СССР, а когда обратно приехали, уже была СНГ. Здесь каждая медаль, это каждый мой труд, каждый вот этот марафон меня вдохновлял, именно чтобы я творил искусство. Вот этот бег мне очень помогло. Я считаю, что это не только здоровый образ жизни. Во время бега можно столько всего переосмыслить, перемолоть. Экспозиция во весь зал Союза художников тому подтверждение. По ней можно отследить творческую эволюцию художника и, как признавались многие посетители, историю Дагестана. Сам Амирхан Магомедов считает, что любовь к родине не оставляет шанса не думать о ее прошлом и будущем. А значит, отстаивать интересы Отечества и есть приближать его светлое будущее. Не зная прошлого, мы не имеем права мечтать даже о будущем. Поэтому прошлое надо знать, и сегодняшнее надо, и в будущем планировать, и мечтать, и что-то хорошее, доброе для подрастающих поколений. Начинаю с разгрома на Дышах и на сегодняшний день СВО, как наши дагестанцы принимали везде и всюду активное участие на защите Отечества. Эта тема для меня очень близка. Я служил, знаю армию, и мои предки, они были, служили, были военными людьми, отец работал в органах. Интересный регион, интересные люди, талантливые люди. И хотелось бы, чтобы они посвятят работе их. Вот это именно мотивирует, и именно эти люди, их поступки, хорошие поступки, добрые поступки, героические поступки. Сегодня, когда в стране Отечества, можно сказать, тяжело, наши ребята передовые выполняют боевые задачи. Прекрасно выполняют. У нас уже девять героев России. Удается ли Амирхану вызвать самые благородные чувства у зрителя? Зрителю и судить. Здесь можно, смотря на картины, просто даже определенными картинами пропагандировать духовно-нравственное для нашей молодежи и не только молодежи. Сзади меня картина имама Шамиля. Можете просто посмотреть на картину, и уже вы войдете в ту историю, где сильный имам, где сильный Дагестан и так далее. Также история Расула Гамзатова, его стихи, которые прославили Республику Дагестан, Российскую Федерацию. Здесь как бы все сплелось. И Дагестан, его красота необыкновенная, его гор, и его равнин, и водопады его. И с другой стороны его история. И Шамиль, и Кавказская война, и Хаджимурат, и Лев Толстой. И столько писателей, и портретов. И Гамзат Садаса, и Расул Гамзатов. И уже герои современности. Работайте братья, этот замечательный вот такой вот картина-калаш. И какие-то портреты современников, героев сегодняшней уже специальной военной операции. И это масштаб настоящего большого художника. Когда для него, как и для Расула Гамзатова, в этом слове «мой Дагестан» очень многое. Это все. Это история, это культура, это пейзажи, это красота. А эта выставка, это признание любви к Дагестану. И воплощение всей вот дагестанской мысли, истории, культуры вот в этих замечательных картинах. То, что Дагестан силен своими героями, Амирхан убедился и на примере своего дяди Сайпулы, отдавшего свою жизнь за победу в Великой Отечественной войне. Его письма с фронта художник бережно хранит по сей день. Он сделал их достоянием широкого зрителя, чтобы каждый смог ощутить тот трепет, который он сам испытывает при чтении этих писем. Я эти письма все прочитал. Человек, который писал этих письмах, это, опять же таки, большая любовь к родине, большая любовь к людям, большая любовь к окружающей среде. Когда читаешь, это просто мурашки по свиньи идут. Почему? Потому что у них это была такая задача, чтобы беречь, сохранить, защищать и отдать свою жизнь ради будущего. Думы о будущем, как отмечали выступающие на открытии юбилейной выставки, движущая сила не только в творчестве Амирхана. Сопричастность ко всему значимому, что происходит вокруг, делает его активным участником не только художественной, но и общественной жизни республики. Он не только как художник себя показывает, он еще показывает себя очень, как большой общественный деятель, который принимает участие во всех мероприятиях, проводимых республикой и за ее пределами. Он по-настоящему болеет за изобразительное искусство Дагестана и остается верным однажды выбранной специальности. Его вклад, его активная такая общественная и творческая деятельность нас радует. Я думаю, что она послужит примером для многих поколений подрастающих художников нашей республики. Творческая одержимость, по признанию многих коллег, отличительная черта художника Амирхана Магомедова. Учителя объясняют это неутомимым стремлением к самосовершенствованию. Коллеги – преданностью профессии. Наверное, Дагестан один из художников, который пленерные работы делает зимой. Стоит на морозе, пишет эти пейзажи зимние. Я тоже писал зимний пейзаж. Ну, это с окна больше, наверное, где более-менее можно смотреть. А он часами стоит и пишет эти работы, рискуя своим здоровьем. Рисковать, то есть отдавать всего себя делу, которым занимаешься – жизненная кредо Амирхана Магомедова. Потому он с гордостью несет сегодня высокое звание народный художник. Я творю о народе и для народа, признается сам Амирхан. Улучшение, красоту создать, чтобы людям было красиво, чтобы люди жили, созидали. И дети подрастающие поколения, они этого не видели, то, что видели старшие поколения, наши и трагедии, и горы, и войны, и так далее. Но, тем не менее, главное – сохранить мир, спокойствие, благополучие, удачу. И в моих работах, тем не менее, отражают и негативные моменты, которые были в жизни. Всегда белая полоса не бывает. Поэтому оттуда исчерпать можно уроки. То, что было плохое, не повторять. И это как бы нам жизнь сама подсказывает. Мне вот 60 лет. Я уже, если так взять, чувствую молодым. Но, тем не менее, я уже прошел какую-то жизнь. У меня был свой путь, у меня была своя жизнь. У меня были очень много людей, которые я хотел подражать, похожих быть на них. Сегодня я, пройдя свой опыт, я могу поделиться с молодежью. Это главная задача у меня – их направить на правильный путь. Да вы настоящий художник, признался как-то своему аспиранту выдающийся ученый по первобытной истории и археологии Северного Кавказа Евгений Крупнов. Этим аспирантом был Владимир Марковин – дагестанский художник и археолог, ставший впоследствии видным российским ученым-кавказоведом. Это было в 1955 году, во время раскопок могильника Гатын-Кале в горной Чеченой Ингушетии. При нем всегда находятся этюдники, и он рисует все свободное время. Так, случайно, его талант художника и открылся для наставника. Впрочем, как и для многих других. Искусство и наука. Такое, казалось бы, сочетание несочетаемого, удивительно гармонично переплелись в жизни известного дагестанского ученого-кавказоведа Владимира Марковина. Эти две самые яркие грани его таланта раскрывает выставка, которая открылась в Музее искусств имени Батьмат Гамзатовой, посвященная столетию со дня его рождения. Владимир Иванович с детства любил рисовать и в начале 1940 года поступил в ИЗО-студию Республиканского Дома народного творчества. Директором ИЗО-студии был известный дагестанский художник Дмитрий Копаницын. За четыре года учебы Марковин пришел к свободному владению искусством натюрморта, пейзажа и самостоятельной сложной композиции. Работы этого времени отличаются интересным колоритом, вдумчивым красочным решением, твердостью рисунка. Он хорошо владеет графикой, акварелью и масляной живописью. Произведения этого периода получают самые высокие оценки различных государственных комиссий. Ряд работ были приобретены Центральным дагестанским краеведческим музеем. Потом была война, после работы в Краеведческом музее, далее учеба в Харьковском художественном институте, на филфаке Пединститута в Махачкале и всегда параллельно творчество. Его излюбленные сюжеты – родной Дагестан, окрестности Махачкалы. Высокого мастерства Марковин достигает в жанровом пейзаже. Здесь он раскрывается не только как художник, отражающий естество красоты природы, но и как вдумчивый наблюдатель, остро переживающий за судьбу исторических памятников и национального своеобразия. Знакомство с миром на скальных рисунках в горах Дагестана усилили его интерес к археологии. В 1947 году Марковин впервые попал в археологическую экспедицию в качестве чертежника. Это были раскопки Таркинского могильника под руководством Крупнова. Под впечатлением от археологических работ он продолжал ходить на Таркитау с этюдником и собирал подъемный материал. Находки под названием «Сборы Марковина» с подробными коллекционными описями сдал в Краеведческий музей. Кроме того, им были открыты и исследованы неолитические стоянки Тарнаир на территории Махачкалы, Буйнакске и Копчугая, а выявленные там свыше 2000 орудий труда и заготовок переданы в фонды музея. В 1948 году Владимир Марковин начал работать в экспедиции, организованной Краеведческим музеем Дагестана, под руководством крупного советского ученого-исследователя в области сарматоведения Константина Смирнова, под влиянием которого он окончательно решил посвятить себя археологии. Субтитры подогнал «Симон»